всем привет дамы и господа сегодня мы с вами поговорим о коляске от компании чико как в россии называют правильнее вроде называть кико модель называется гуди x плюс это компактная коляска с автосложением но это чуть позже покажу цвет который сегодня представлен в обзоре он называется грифельный dark shadow это итальянский бренд вдруг кто забыл я сейчас вначале сразу базовые технические характеристики назову подробные характеристики будут по ссылке в описании кстати в описании есть ссылки на мой телеграм-канал и на пока видео друзья youtube зажимают поджимают блокирует еще не понятно что происходит поэтому я очень рекомендую вам подпишитесь на эти каналы в телеграме и vk видео и там будут продолжать выходить новые обзоры буду по мере возможности заливать и старые туда поэтому чтобы мы с вами не потерялись будьте так любезны подпишитесь но мы с вами продолжаем базовые характеристики производитель дает гарантию 1 год вес сиденьем всей вот этой конструкции 7 с половиной килограмм достаточно неплохой диапазон регулировки наклона спинки здесь 115 165 вот и с трех месяцев до 4 5 лет приблизительно можно эксплуатировать эту коляску ширина колесной базы здесь кстати 47 сантиметров везде в любой проем вы проедете никаких ограничений у вас не будет что у нас комплекте у нас идет фирменный дождевик друзья в комплекте но мы с вами как обычно изучение начнем просто сверху вниз собственно и закончим сложением сразу хочу сказать про ручку друзья здесь она расположена достаточно высоко напомню точные технические характеристики по ссылке пройдите на магазин first buggy там они будут но высота у нее прям очень хорошая и кстати очень приятный тактильно кожзам используется на обивке прям классный вот ручка никак не регулируется ни по высоте не по наклону это в таких коляска бывает очень редко что касается козырька вы видите очень большой достаточно козырек капюшончик здесь у нас секция которая вот фиксируется и собственно открыли увеличили есть смотровое окошечко у нас вот здесь вот сеточкой тоже приятный момент и кстати по тканям что хочу сказать друзья ткань приятная тактильная и что мне нравится в таких тканях они достаточно износостойкий я их называю своего рода знаете такие антивандальные материал этот потому что он телек тяжело его поцарапать порвать достаточно такой крепкий регулируется козырек у нас вот таким вот образом небольшие звуки издает но друзья на самом деле не такие уж и громкие это звуки так спиночка у нас вот те 115 градусов кстати очень много наполнителя внутри она достаточно мягкая пятиточные ремни все классика мягкие накладочки везде ремешок здесь на скрепление не магнитная классическая с двух сторон зажимается ну принципе чем нормально можно прекрасно этим пользоваться бампер нас откидывается очень широко он вниз не опускается но на самом деле вот при таком диапазоне откидывания его и не нужно вниз опускать потому что пожалуйста хоть двоих детей сразу здесь можно усадить друзья также у нас есть подножечко все понятно и ступенька подножечко у нас внизу с эко-кожей это очень практично протирать все без проблем можно давайте взглянем на заднюю спиночку что у нас здесь здесь у нас нет никаких кармашков и регулируется она у нас не ремешком а вот таким механизмом вот это очень прикольно давайте посмотрим на максимально лежачие положение 165 градусов как по мне 170 165 на глаз почти неотличимы поэтому ребенку нормально будет спать что так что так так сзади стеночка вот это вот у нас откидывается естественно на липучке все это фиксируется все конечно же с этим хорошо так давайте посмотрим в основании что у нас здесь здесь у нас друзья все хорошо багажник я люблю когда погажник нормальный большой здесь очень хорошо все с багажником высокие борта здесь высокий борт доступ хороший доступ есть и спереди и сзади соответственно и он достаточно высоко земли клиренс у коляски хороший и когда вы туда нагрузите что-то заезжая на бордюры особо цеплять нигде не будете тормозе самый хороший как на мой взгляд мы тормозим и снимаем с тормоза одной ногой с подошвой и не портим обувь все хорошо просто прорезиненные колеса давайте проверим амортизацию так есть у нас сзади и очень мягенькая кстати спереди амортизация ничего себе даже не ожидал до мягенько вообще ощущение от коляски на самом деле очень приятный потому что она достаточно легкая и обычно с таким весом таким хлипковатыми ощущается но здесь абсолютно такого нет сборка хорошая качественная приятная поэтому как по мне все хорошо давайте посмотрим как ее сложить как производитель заявляет у нее есть система складывания давайте проверим как это работает отжимаем кнопочку и как под в роликах все любят деда так кидают все и она вот сама чудесным образом складывается друзья ну это реально автоматическое сложение никто не обманывает вот собственно она сложена бампер убрали и вот пожалуйста путешествуйте летайте куда хотите в любой багажник даже в кабриолете в теслу спереди поместится в багажник небольшой поэтому пожалуйста без проблем очень мобильная штука и почему бы нет вот таким образом раскладываем очень друзья в двух словах мое мнение сейчас посмотрю сколько она сейчас стоит называть цену не абсолютно не вижу смысла потому что пройдите по ссылке в описании там будет актуальная цена на момент просмотра этого видео но цена средняя она не в дешевая но она и не дешевая коляска и не ощущается таковой вот и не очень дорогая поэтому хороший средний уровень за хорошую добротную коляску легкую удобную с хорошими материалами с хорошим шасси с очень приятными особенно мягкими передними амортизаторами в общем такой ощущается монолитной хорошей конструкции последнее время вот в компактных моделях у большинства брендах вот они как-то хорошо научились их делать они все-таки добротный по крайней мере что на моем пути сейчас встречается вот и это вот тоже очередной представитель кто любит этот бренд а у этого бренда очень большая армия фанатов скажем так пожалуйста вот выбирайте смотрите как по мне очень неплохой вариант напоминаю ссылка внизу в описании есть ну а вам хочу лишь пожелать сделать хороший грамотный выбор есть вопросы задавайте в комментарии пообщаемся удачной дороги всем пока